230 очередников 2003 года получили свои 10 суток с момента отмены моратория в конце прошлого года на выдачу земельных участков. Это только 30% от общего количества ставших в очередь в том году. Те, кто встал в очередь в 2004 году, начали получать земельные наделы с 8 апреля. Таковых уже 400. Это 25% от общего количества очередников 2004 года. Руководители земельного комитета объясняют медленную работу с очередниками тем, что последние не спешат предоставить новую справку из ЦОН об отсутствии земли и новое удостоверение. Сейчас учет состоящих в очереди, в отличие от 2003-2004 года, ведется по ИИН. Если люди приезжали с района, сюда переехали давно, мы видим, что если он не получал с государства ни один раз, то мы ему, когда при отводе, на два года даем. На два года. В течение двух лет, если он построит, либо попозже построит, он водоэксплуатацию вводит. После водоэксплуатации он въясниться, регистрацию проводит, после чего мы переводим его бесплатно в частную собственность 10 соток по его норме. Но если он ранее брал в районе, мы уже по справке видим, он будет выкупать эту землю. То есть повторное предоставление на платной основе только. Кроме того, изъято более тысячи участков у тех лиц, которые не использовали землю по целевому назначению в течение трех лет. Первые два года даются на постройку. Если постройка не была произведена, комиссии назначается испытательный срок на один год. Если и в этом случае на участке не будет строений, утвержденных управлением архитектуры, то земля изымается в госфонд для дальнейшего распределения. Такие же правила относятся и к сельскохозяйственным землям, которые не используются по назначению и в полном объеме. Там есть нормативы на одну голову, сколько должно быть иметь сюда площади. С учетом этих вещей мы как бы карминальную проверку проводим и уже непосредственно извещаем самому землепользователю. Получается, что есть частичные, есть полностью не осваивается. А пашня это уже наличие техники, наличие всех этих, как бы к нему необходимых. Если нет этого, то мы уже соответственно человеку тоже даем соответствующий срок. Если не используются, то мы уже изымаем по судебному порядку сети. Как рассказали представители земельного комитета, есть и другие инструменты для того, чтобы фермер вернул государству участок. Так, если земля не используется в полном объеме, то налоговая ставка на нее повышается в 10 раз. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Пошли на север. Пошли на север.